Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны это мерзость и дерьмо. И вот только святые 90-е сделали меня счастливым. Не заставляйте меня. Ну хорошо, меня вы не заставите. А вот когда он такой, и дети, которые выходили из Ельцин-центра, мы брали интервью у них. Я начал вообще-то уехать в Германию, а я в Штаты. А почему в Германии? Ну там так клево, нормально, свободно, можно носить чего хочешь. Вот и что ты ответишь на это? Слушай, Шелл, покажи, столько за ним гонялся. Ну зачем тебе это надо? Ну скажи мне, я хочу знать, ну скажи, зачем тебе это надо, но принесешь. Ну, ну принесешь ты это, золото. Ну и что? Ну они же тебя за это же золото. И расстреляют, понимаешь? Расстреляют. Вон! Вон же граница. Уходи, не будь же ты кретином. Это, это надо одному, а не всем. Понимаешь? Одному. Уходи. Такое бывает только, только раз в жизни. Только раз. Ты пойми. Раз. Господи. Господи, ну почему же ты помогаешь этому кретину, а не мне? Потому что ты не жадный. А даже Бог вел делиться. И вообще помолчи. Дай отдохнуть. Мне еще тебя на себе береть. Говорить о родине, о героизме, о патриотизме. Тебя вслух, или в лучшем случае про себя пошлет куда подальше. И не надо его ломать. Пусть сделают музей современной истории честный. Не обязательно противоположную сторону занять и ругать. Я сейчас не об этом, но честный. Где будет понятно, почему так произошло. Кто это сделал. К чему это привело. К чему это может привести. Патриот. Патриот это понятие государственное скорее. Это может быть патриотом государства, в котором находится человек. Я вот считаю себя и патриотом, и националистом. Я патриот России, причем большой России националист, поскольку я люблю свой русский народ. При этом я уважаю нормальный национализм со стороны представителя любого народа. Это вполне, по-моему, нормальное явление. Если он не вырождается в шовинистический нацизм. Что же вы, ребята, делаете? Нельзя же так. Нельзя. Нельзя так. Ну зачем же ты? Ну зачем? Что мы не верим тебе? Нам правду надо знать. Что? Что? Я что не хочу знать. А вы? Вы? Разве можно быть твердо убежденным в чете? Как, по-моему, Томас Джефферсон сказал. Нельзя быть ни в чем уверен в этой жизни, кроме смерти и налогов. Ну вот налоги я... В общем, с налогами я быстро не сталкиваюсь. А вот то, что мы все умрем, в это я верю совершенно твердо. Сейчас национальная идея должна быть объединение войны, спасение нашего русского народа. Какие у нас могут быть разногласия дальше, после того, как эта задача будет решена? Это уже совершенно отдельный вопрос. Ради этого мы готовы сражаться вместе, не спрашивая ты кто, под каким ты знаменем, что тебе больше нравится. Вот с такими людьми, которые искренне и честно хотят добра России и нашему народу, я уверен, что такие же честные люди всегда найдут общий язык. Я знаю, уедешь без меня, Занать один должен остаться, Тебе мне больше... Мне не поверили. Не поверили мне. Жизнь моя... Задавая... 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 Я очень ценю честность. Мне очень тяжело жить, среди лживых людей ну среди тех тоже очень у меня с ними ничего не получается я могу претерпеть любых людей злых но живых ложь она всегда рождает все остальные грехи как бы даже исходя из евангелия то у нас отец лжи давайте помогать детям помогать тем кому нам меньше всего помогают это дети детям донбасса которые нуждаются в больницах в лекарствах в холодильниках в генераторах и во многом другом вы можете это привести к нам на склад нам в офис вы можете перечислить деньги сегодня важно не пройти мимо наших детей это наши дети